Да, Париж вас ждет. Здравствуйте, как и народу? Что? Вот и Николай с корейства. Вау! Со дня открытия этого здания театр называется Национальная Академия Музыки. Но для русского уха гораздо более привычным название Гранд Упера. На самом деле этот театр никогда так не назывался. С середины 20 века это здание называется Национальная Парижская Опера. Но для каждого парижанина эта площадь – Плац Опера, а само здание называется Пале Гарни, в честь архитектора, построившего это здание. Николай Цискоридзе – не только артист балета, известный везде даже в Париже, но еще и энциклопедист, скрупулезный обладатель феноменальной памяти. Значит, тут есть такой вопрос про партнеров в Парижской опере. Не были ли они мне... Великоваты. Да. Они мне были не просто великоваты. Я когда увидел свою Никию, я был слегка удивлен, потому что она была моего роста и размер ноги у нее мой. Так что я спокойно мог одеть ее пуанты. И когда она разбежалась и прыгнула, первое, что мы рептировали, вот это Ада Жигля, она вот так прыгает. Ну и, ну, как бы, первая репетиция, ну, впереди еще три недели, как бы, да, и я подумал, что, ну, сейчас приноровимся. И раз. Следующий момент, который я помню, я лежу, она лежит на мне, и я смотрю в плафон Парижской оперы, думаю, вот это начало. Приехали. Вот. И потом мы с ней два дня, как бы, репетировали, все было очень страшно тяжело. И вдруг подходит ко мне еще больше девочка. Вот такого размера. Вот, клянусь вам, и говорит, Здравствуй, я твоя Гансатти. Я так... Я так... Я так... СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Значит, у нее была депрессия. В нашей стране нет такого диагноза. Нам не дают больничному по депрессии. А у них на Западе есть... Вы можете взять, прийти и сказать, нам болею. Болею, плохо мне. Депрессия. Депрессия. У нее была депрессия, она полгода не работала. Но почему это должно попасть в мои руки, непонятно. Но на самом деле очаровательные девочки. На тот момент они обе были еще не туалями, а вот до первыми танцовщицами. То есть Марианес была первой танцовщицей, а Стефани была еще с юже, еще ниже рангом. И потому... Она вообще очень классная девка. Стефани, она ездит только на мотоцикле. А Марианес, у нее четыре таксы. Она идет на работу с четырьмя таксами. Такая настоящая парижанка. В общем, все это свалилось на меня. Было очень весело, но... На первом спектакле, это вот вы видели следующий... А на первом спектакле я-то ее поносил гамзате, А вот два мальчика, которые ее поднимали, не подняли. И после этого... У меня есть эта запись. И после этого меня парижская опера так и любила сильно. С парижской оперы связано очень много легенд и мистических признаменований. Со времен парижской коммуны, когда театр еще был недостроен, в подземелье держали узников и говорят, что расстреливали и вешали заключенных. А Гастон Леру, уже после того, как открылось здание, написал свой знаменитый роман «Призрак оперы». И вот его герой всегда смотрел свои спектакли из пятой ложи. По сей день на двери номер пять есть надпись «Сдана». Не знаю, существует призрак или не существует, но двери постоянно хлопают, кто-то гремит ключами. И даже знаменитая история о том, как упала люстра и убила одну из зрительниц, описана в романе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Парижской оперы именно число 13 стало очень ключевым, потому что это здание является 13-м по счету зданием оперного театра в Париже. На 13-й ступеньке вот этой лестницы подскользнулась и скончалась одна из танцовщиц труппы. К тому же, когда оборвалась люстра, именно она упала на 13-е место и убила одну из зрительниц. А для Шарля Гарнье открытие этого театра тоже стало почти роковым, потому что его, человека, который в течение 15 лет создавал это здание, не пригласили, забыли о нем совершенно. Ему пришлось покупать билеты за свои деньги. Ролан Петти давно искал такой острый интеллектуальный сюжет на свою любимую тему рокового поединка между человеком и судьбой. А потом я долго искал артиста в Большом театре. Смотрел классы, репетиции. Я видел очень много талантливых танцовщиков, но мое сердце каждый раз говорило, это не он. Однажды я иду по театральному коридору, и вдруг чувствую, что обязательно должен открыть именно эту дверь. Открыл и замер. Я увидел его лицо и понял, это мой Герман. Я нашел его. Это был Николай Цискорильзе. Тогда я почувствовал, что должен ставить новый балет, который будет отличаться от прежних трех карт. Новый балет Ролана Петти разительно отличался не только от его же предыдущей постановки, но и от того, что написал Александр Сергеевич Пушкин. Для меня Герман — 25-летний юноша, одержимый идеей разведать секрет трех карт до такой степени, что готов лечь в постель со столетней графинью. Между ними происходит поединок страсти, и обоим карты принесут смерть. Помимо таланта, в Цискорильзе было одно качество, которое обеспечило ему симпатию со стороны Ролана Петти. Да, Николай умел быть остроумным, иногда позволял себе остроты в адрес самого Петти, но при этом он никогда не переходил ту самую линию, что отделяет танцовщика от хореографа. Цискорильзе не станет спорить с французской трактовкой русского романа Пушкина, а целиком доверится балетмейстеру. Произойдет то, без чего не может быть работы балетного артиста и хореографа. Один подчинился другому. Этажом ниже в роскошном фойе с портретами и туалей парижской оперы разминкой руководит Николай Цискоридзе. Три, четыре, пять, шесть, встали, вы вернулись? Он боялся, что никогда не сможет заставить себя выйти на сцену Гранд-опера, где четыре года назад получил травму, едва не стоившую жизни. Врачи всерьез говорили тогда об ампутации ноги. Я так запросто вошел, как будто ничего не было. Как-то вот для себя я внутри решил, что все в порядке. И вот я здесь. Париж-мека для всех деятелей искусства. Любой, кто хочет состояться в искусстве, должен, наверное, получить признание именно в Париже. Очень заманчив путь для всех художников от парижского Монмартра до главных выставочных залов Парижа. Для всех композиторов и артистов эстрады, конечно, очень заманчива сцена Олимпии. Ну а для классических певцов, танцовщиков, это парижская опера. Париж вас ждет. Да, да. Пока. Пока.